В ночь происшествия. Ханна. Поначалу довольно всё просто. Я выпрямляю спину и делаю глубокий вдох. Забираюсь в машину скорой помощи, еду вместе с ними, называю людям в оранжевых куртках имя мамы и сообщаю, что у неё четвёртая группа крови, отрицательная. Четвёртая отрицательная, самая редкая группа крови отличается тем, что не содержит антител к крови второй и третий групп. Это значит, что маме можно вливать кровь любой другой группы. Я знаю это, потому что мне уже рассказывали про группы крови на занятиях. А ещё так написано в толстой книге. «Пожалуй, я всё сделала правильно. Только когда я по неосторожности вспоминаю брата, у меня начинает трястись коленка. Правая. Уж наверняка Йонатан перепугается без меня. Соберись, Ханна, ведь ты уже большая девочка». «Нет, сегодня я маленькая и глупая. Мне холодно, а ещё здесь слишком светло и что-то пищит. Я спрашиваю, откуда этот писк, и один из людей в оранжевой куртке отвечает. «Это сердце твоей мамы». Оно ещё никогда так не пищало. Сердце моей мамы. «Соберись, Ханна». Машину трясёт, и я закрываю глаза. Мамино сердце пищит. Она тогда закричала, а потом был удар. Если мамино сердце перестанет пищать, это будет последнее, что я услышала от неё. Крик и удар. И она даже не пожелает мне доброй ночи. Машина клюёт носом и замирает. «Приехали», — говорит мужчина. Он имеет в виду, приехали в больницу. «Больница — это такое здание, где оказывают медицинскую помощь больным или пострадавшим». Мужчина говорит мне. «Ну, давай скорее». Ноги идут как будто сами собой, и так быстро, что я не успеваю даже считать шаги. Санитары толкают грохочущие носилки через стеклянные двери, над которыми ярко подсвеченная надпись гласит «Реанимация», и дальше по длинному коридору. Я поспеваю за ними. Как по команде со всех сторон сбегаются помощники, возбуждённые голоса звучат наперебой. В конце длинного коридора мы подходим к ещё одной двери. «Дальше тебе нельзя», — сообщает тучный мужчина в зелёном халате и отпихивает меня в сторону. «Мы пришлём кого-нибудь, чтобы за тобой присмотрели», — указывает пальцем на ряд стульев вдоль стены. «Посиди пока там». Я пытаюсь сказать что-нибудь, но слова не идут на ум, да и мужчина уже развернулся, чтобы следом за остальными скрыться за дверью. Я пересчитываю стулья у стены. Семь. Он не сказал, на какой из стульев следует сесть, этот толстый санитар в зелёном халате. Сама того не сознавая, я начинаю обгрызать ноготь на большом пальце. «Соберись, Ханна, ты ведь уже большая девочка!» Я сижу, подтянув колени на среднем стуле и подбираю с подола хвоинки и чешуйки сосновой коры. Этим вечером я здорово перепачкалась. Снова вспоминаю про Йонатана. Несчастного маленького Йонатана, который остался дома и вынужден наводить порядок. Я представляю, как он плачет, потому что не знает, как очистить пятна с ковра. Могу поспорить, что в кладовой у нас есть нужное средство, только папа запер дверь на два замка. Мера предосторожности. У нас их в избытке. Во всём нужно соблюдать осторожность. «Привет», — женский голос. Вскакиваю со стула. «Я сестра Рут». Женщина улыбается и берёт меня за руку, чтобы её пожать. Отвечаю, что меня зовут Ханна, и для верности повторяю имя по буквам. Сестра Рут всё ещё улыбается. Понятно. Сестра Рут старше мамы, у неё уже седина в волосах, и она толстовата. Поверх ярко-жёлтого халата на ней вязаная кофта, довольно тёплая на вид, и к отвороту приколот значок с мордочкой панды. «Би хэппи», — написано на значке. Это значит «будь счастлив» по-английски. У меня вздрагивают уголки губ. «Милая, на тебе и ботинок-то нет», — замечает сестра Рут, и я шевелю большим пальцем сквозь дырку в колготках. Как-то в один из хороших своих дней мама уже штопала это место. Она бы, конечно, отругала меня, если бы узнала, что я снова порвала колготки. Сестра Рут достаёт платок из кармана, потому как думает, что я плачу. Из-за порванных колготок или из-за мамы. Я не говорю ей, что на самом деле меня слепят яркие лампы, а отвечаю «спасибо, вы очень внимательны». Всегда нужно быть вежливым, говорить «пожалуйста» и «спасибо». Мы с Йонатаном всегда говорим «спасибо», когда мама даёт нам батончики, хоть мы их терпеть не можем. Они совсем невкусные, но нам нужны витамины, это важно. Кальций, калий, магний и витамины группы В для обмена веществ и кроветворения. Мы каждый день съедаем по три штуки, если только запасы не заканчиваются. Тогда мы надеемся, что папа скоро вернётся домой и по пути закупит новых припасов. Я беру платок, промокаю глаза и как следует сморкаюсь, после чего возвращаю сестре Рут. Нельзя оставлять себе чужие вещи. Это называется кражей. Сестра Рут смеётся и прячет платок обратно в карман. Конечно, я спрашиваю насчёт мамы, но сестра Рут отвечает только «она в надёжных руках». Я понимаю, что это не ответ. Всё-таки не дурочка. «Когда мне можно будет к ней?» — спрашиваю я, но и на этот вопрос не получаю ответа. Вместо этого сестра Рут говорит, что отведёт меня в комнату отдыха и подыщет мне какие-нибудь шлёпанцы. Шлёпанцы — это что-то вроде домашней обуви. Мы с Йонатаном тоже должны носить обувь, потому что полы в доме холодные, но мы обычно забываем об этом и постоянно пачкаем носки. Мама, конечно, потом ругается, потому что ещё не день стирки и папа недоволен, потому что мама не отмыла пол как следует. Чистота важна. Комната отдыха довольно большая, не меньше пятидесяти шажков от двери до противоположной стены. Посередине стоят три стола и у каждого по четыре стула. Трижды четыре, получается двенадцать. Один стул стоит криво. Наверное, кто-то сидел на нём, а потом, когда уходил, позабыл задвинуть. Надо надеяться, ему это не сошло с рук. Порядок тоже важен. Слева у стены стоит металлический шкаф со множеством отделений. Каждое отделение запирается на ключ, но при этом почти все ключи оставлены в замках. Там же стоит двухъярусная кровать, металлическая. Напротив двери два окна, и в них видна ночь. Тёмная и беззвёздная. Справа располагается кухонный уголок. Прямо на рабочем столе стоит чайник. А ведь горячая вода может быть очень опасной. При температуре свыше 45 градусов обжигает кожу. При 60 градусах сворачивается белок в клетках кожи, и они отмирают. В чайнике вода нагревается до 100 градусов. У нас дома тоже есть чайник, но мы его запираем в шкафу. «Присаживайся», — говорит сестра Рут. «Трижды четыре — получается двенадцать». Двенадцать стульев. Мне необходимо подумать. Беззвёздная чернота за окнами отвлекает меня. «Сосредоточься, Ханна». Сестра Рут подходит к шкафу и одну за другой начинает открывать металлические дверцы. Несколько раз протягивает «Хм-м-м-м», и снова лязгает дверцами. Оглядывается на меня через плечо и повторяет «Да садись, милая, чего стоять?» Сначала я подумываю выбрать тот стол, который и так стоит криво, но это было бы неправильно. Каждый должен сам убирать за собой, брать на себя ответственность. «Ты ведь уже большая, Ханна». Я киваю в пустоту и считаю про себя. Раз, два, три, четыре. Выпадает стул, с которого мне хорошо видна дверь, и который я, конечно же, как следует задвину, когда сестра Рут скажет, что время сидения прошло. «Ну вот», она поворачивается ко мне с парой розовых шлёпанцев в руках и улыбается. «Великоваты, наверное, но всё лучше, чем ничего». Она кладёт шлёпанцы мне под ноги и ждёт, пока я не влезу в них. «Послушай, Ханна», — говорит она затем, стягивая с себя кофту. «У твоей мамы не было при себе сумки, поэтому мы не нашли её удостоверение и других документов». Берёт меня за руку и неуклюже продевает в рукав своей кофты. Так что у нас нет ни имени, ни адреса, к сожалению, как и номера на случай чрезвычайной ситуации. Её имя Лена, подсказываю я, как прежде в машине скорой помощи. Всегда нужно помогать людям. Мы с братом постоянно помогаем маме, когда у неё трясутся руки или когда она что-то забывает. Например, наши имена или время посещения туалета. Тогда мы сопровождаем до уборной, чтобы она не упала с сиденья или не натворила каких-нибудь глупостей. Сестра Рут между тем принимается за второй рукав. Кофта ещё тёплая после неё и приятно греет спину. «Да», — говорит сестра Рут. «Лена, замечательно». «Лена, без фамилии. Врач скорой так и записал». Она вздыхает, и я чувствую её дыхание. От неё пахнет зубной пастой. Затем она отодвигает мой стул и ножки скребут по полу. Разворачивает меня так, чтобы опуститься передо мной на корточке и не удариться при этом головой о край стола. Край стола может быть очень опасным. Мама так часто билась головой о край стола, когда у неё случался припадок. Сестра Рут принимается застёгивать кофту на пуговице, у себя на коленке я повторяю пальцем зигзагообразный узор её пробора. Линия вправо, прямо, линия влево, прямо и снова влево, как молния. Сестра Рут как будто чувствует на себе мой взгляд и вскидывает голову. «Ханна, есть кто-то, кому мы могли бы позвонить? Твоему папе, например. Ты помнишь ваш домашний номер?» Я мотаю головой. «Но у тебя есть папа?» Киваю. «И он живёт с вами? С тобой и твоей мамой?» Снова киваю. «Ему, наверное, нужно позвонить. Он ведь должен знать, что с твоей мамой произошёл несчастный случай. И наверняка будет волноваться, если не дождётся вас дома». Линия вправо, прямо, линия влево, прямо и снова влево, как молния. «Скажи, Ханна, ты когда-нибудь уже бывала в больнице? Или, может, твоя мама? Может, даже в этой самой? Тогда мы посмотрели бы ваш номер у себя в компьютере». Я мотаю головой. «Открытые раны в случае необходимости могут быть обработаны мочой. Это оказывает дезинфицирующее, свёртывающее и болеутоляющее действие. Точка». Сестра Рут берёт меня за руки. «Отлично. Знаешь что, Ханна, я сейчас сделаю чай, и мы потом поболтаем. Ты и я. Что скажешь?» «О чём поболтаем?» «Я должна рассказать что-нибудь про маму. Поначалу мне ничего не приходит на ум, только и думаю об этом страшном ударе, когда машина сшибла маму, и как в следующий миг она уже лежала в свете фар на холодной жёсткой земле с вывернутыми руками и ногами. Кожа у неё стала слишком уж белой, и кровь, что течёт из многочисленных порезов на лице, уж слишком красная. Алая. Стекло фары разбилось при ударе прямо о маме на лицо. Я сидела у обочины с закрытыми глазами и лишь время от времени поглядывала, пока в темноте не замигали синие огни. Скорая помощь. Конечно, нет необходимости рассказывать всё это сестре Рут. Она ведь и так знает, что с моей мамой произошёл несчастный случай. Иначе мама сюда и не попала бы. Сестра Рут уставилась на меня. Я пожимаю плечами и раздуваю крошечные волны в своём чае. Шиповник, сказала сестра Рут. Её дочь, когда была маленькой, больше всего любила чай с шиповником. И всегда с полной ложкой мёда. Она была та ещё сладкоежка. Сладкоежка. Сомневаюсь, что такое слово действительно есть, но мне нравится. Моё дочь зовут Нина, говорит сестра Рут. Как Нину Симон, известную джазовую певицу. «My baby don't care for shows», напевает она не очень умело. «My baby don't care for clothes, my baby just care for me». Слышала такую? Я мотаю головой. «Ну да, сразу и не подумала», смеётся она. «В твоём возрасте такую музыку, наверное, не слушают. Или это я так плохо пою. В общем, когда Нина была маленькой, как ты, мы почти каждый день ходили на детскую площадку. А если погода не позволяла, то собирали дома пазлы или пекли печенье. Господи, она ела тесто прямо из миски. Да ещё столько, что потом хватало только наполовину противня». Сестра Рут всё ещё смеётся. Должно быть, она очень любит свою дочь. «Мы тоже собираем пазлы», — говорю я. «Но печенье не печём. Мама иногда такая рохля, так что к плите её лучше не подпускать». Я испуганно прикрываю рот ладонью. Не следует называть маму рохлей. «Ханна!» К родителям нужно проявлять уважение. «По-моему, нам и впрямь нужно поговорить с твоим отцом», — говорит сестра Рут. «Подумай, может, ты всё-таки припомнишь ваш номер телефона?» «У нас нет телефона». «Ну, хотя бы адрес. На какой улице вы живёте? Мы бы послали туда кого-нибудь, чтобы известить твоего папу». Мотаю головой очень медленно. Сестра Рут не понимает. «Но мы не хотим, чтобы нас нашли», — произношу я шёпотом.